олег геннадий правильно да да вот вы кочегар расскажите какие навыки требуются вот в этой профессии главное терпение терпение ну и соблюдать меры безопасности вот наверно как бы основной критерий физически я не сказал что такого сложного что-то дело так принес дровишек немного растопил если диза температура ну то есть вы получали где-то специально профильное образование для этого где раньше учились на художественном оборот а жизнь заставила как бы вот и приспособиться и какие профессиям как бы получается что не востребована оказалась сувенирная промышленность вот это вот изделие сувенирные вот и пришлось зарабатывать вот физическим путем вот и кочегарю основном хлебозавод сначала был там инструктаж проходил ну кто-то получал корочки но для этого на специально обучение было но я кочегарил там не требуясь корочки то есть не связано с таким вот есть слишком а вообще вы как кочегар вы получаете сколько уже трудитесь как кочегар как кочегар наверно вот на одном месте сейчас вот я наружу год четвертый наверно до этого тоже были там так этот то есть пережил были но года два-три там кочегар потом находилась работа более-менее интересная такая вот я как бы прервал это кочегаре но кочегарки короче так я не ушел но вот расскажите людям надо кто не знает вот я не имею большого представления об этом например вот дома печь деревенская чем она отличается от той печи с которой вы работаете на дровах там газ или как происходит то есть объем то есть не столько топишь сколько ты на промышленном на промышленности там уже все-таки производства там например хлебозавод от выпечка у нас было там надо держать пар там на определенной температуре держать а здесь только одну закидку сделала я и хватит вот как сейчас вот например затопил вот зимой конечно еще подбрасываешь просто и уже смотришь уже этот как по нагреву печи дома то это конечно проще все это все миниатюре вот и конечно же не покажет такой температур на поддержку почему береза считается более ценное сырье ну более ценные дрова из березы ну потому что получается и более эффективно более жару дает больше и не так дымится низы не закапчивает но не засоряют дымоходы вот она даже еще и прочищает осина даже это на лучше еще прочищает все дымоходы вот а вот этот гордыр вот сосновый он смолу выделяет и получаться все забивает она засоряться заряд даже может иногда испугнуть это сажа которая сюда во всех этих дымоходов вот чем опасно березка она как-то для россии как-то на лучшее на этот и жарче и жар от нее и экологически чистая как бы она считается не смол ничего не выделяет это мы в котором к области находимся с вами в таком глубинке настоящий в русской глубинке вот у вас здесь много лесов вырубается или сейчас меньше или наоборот больше чем мы скажем советские годы там 90 или 2000 ну вот лет на 10 назад настояли через а сейчас их уже нет да уже этот идешь уже не узнаешь лес просто этот много вырубок много уже старый за вот этих вот делянок уже заросших и вот этим кустарником а кустарник уже сейчас быстро вот этот береза вот это и вняк вот это все затягивается а хорошему лесу вот сосне уже не этот не дает расти и заглушает и как вот сейчас конечно начинают как бы опомнились вот лесопосадки делают вот что срубили например какой-то объем там площади и там лесопосадки делают но если бы за этом еще и соблюдалась как бы вот и смотрели за эти елочками во время там соприкле заглушала вот у нас мне кажется ты на самотек посадили и все как они там вырастут непонятно может также заглушиться всем и ивняком или березой вот и такой вот и все и лес нормально не вырастет то есть не знаю что будет дальше но пока конечно как-то на самотеку известно куда лес выводят на лесу выводится на пилорамы леса происходит на брус на на доски в основном все это идет москву москва даже вот не знаю уже куда сколько длится ваш рабочий день на рабочий день если раньше у меня было сутки то есть восьми заступают в общем ты смену отдаешь сдаешь следующему кочегару а сейчас вот на старше таких объемов там не требуется такую температуру вот в церкви и стопняком я работаю там с 8 или до 6 вечера это если не морозная такая погода если там мороз минус 30 там то где-то там до 9 вечера печка вот даже сейчас он так поскрипывает создает себя уют дрова и вода но как бы вот обстановку атмосферу такую как говорит на огонь и воду можно без перестана как бы смотреть на огонь на воду и на человека как на людей которые работают вот и вот и как и говорят что огонь он как бы вот но имеет свойства какие-то отрицательные что-то вот это все зависит мне кажется от человека как он будет использовать каких целях каком назначении то есть он может как и вред так и и добро принести вам нравится ваша работа по крайней мере я бы я работаю я бы если не нравился никак не работал ну то есть вам она приносит какое-то удовольствие все-таки данный в первую очередь что ты знаешь что людям тепло несешь это хоть какая-то доля вот я вот все-таки в жизни ты что-то такое доброе делаешь вот втором да это как-то интересно иногда время бывает как торцой и гитарку возьмешь поиграешь иногда посочиняешь и она так вот уют вот такого-то на вот тепло создает и именно какие-то новее вот песни такие вот и сочиняешь вы пишете свои песни да ну расчеты группа была часа связи с коронавирусом пока мы это все за этот затихло у нас и каждый по домам сидится семья это так да группа есть игра песенки свои кочегара вот какие его орудия труда вот здесь вот вы закинули поленцы просто руками вот на вашем рабочем месте ну там смотрите по температуре смотришь температура например падает надо этот подкинуть нужно знаешь определенный какой промежуток времени и сколько может печь топиться то есть через четыре часа ты должен заложить новые дрова но при этом чтобы там ничего не потухло угли были через четыре часа ты покидываешь и четыре часа только смотри смотришь только никаких отклонений не было чтобы резко температура не под не подскочила но сейчас же все это цифровое пошло это все упростила работы поэтому уже компьютер сам следит за температурой и за поддержание когда заходу заслонку надо закрыть когда на наоборот этот вентилятором разогреть и то есть это уже упрощает работу кочегара вот сейчас очень много людей покидает свои дома в деревнях вот мы сейчас проезжали тоже видели эти деревни и такое ощущение что дома просто ну как-то вот остаются пустыми сколько может дом прожить без хозяина без без отопления вообще пустой дом без хозяина мне кажется ну куда два он постоит а потом на рухнет просто прям рухнет смотря в каком состоянии находился этот дом если конечно но он еще срубленный такой он и простоит но основном дома по уезжают уже бросают и им уже по несколько лет и поэтому в основном если ты не следишь то первую очередь обрушиваться крыша она снега например не удерживает раньше же следили снег если большая зима то снег скидывали с крыш если крыша рухнула то все это весь дом уже тоже постепенно разрушается ничего не остается мне кажется лет десять от дома на ничего вообще не останется виси какие-то фундамент что какие-то основания бывает так что уходят родственники ближних бабушки дедушки и дом не вот возможности поддерживать как его можно продлить существование просто приезжать хотя бы на лето или это все равно не поможет на запрос вот сезон если у них есть возможность например в осенние осенний весенний сезон там приехал протопил что-то влажность не скапливалась карты дом уже это то есть в этом твоему проще думал как существовать он дышит уже этот вот происходит какой-то обмен древесина она дышит все равно волокна там просушиваться вот а в зимний вот такой после зимы конечно хорошо бы протопить и дом чтобы он уже сухой был обычно вот так вот дачники приезжают где-то на вот на весенний период уже там или на осенний например и вот дом более каковы самые хорошие качества самые главные качества кочегара мне кажется терпение было бы терпение все терпение труд все перетру спасибо большое за это интервью спасибо